Всем привет! С вами Ренат и Руслан, и вы на канале Забукорщики. Это один из самых долгих и красивых походов, так что берите попкорн, устраивайтесь поудобнее и погнали! В прошлом выпуске мы не рассчитали свои силы и нам пришлось вернуться домой, но мы пообещали пройти этот маршрут до конца, поэтому мы снова здесь. В этот раз мы выбрали более сложный путь. Скажу больше, это был самый сложный поход года. Вас ждут 30 километров красивых троп, эксклюзивные кадры гор, ночной спуск с опасной горы и ошибка, которая чуть не стоила нам здоровья. Блин, вот это вот боязнь высоты. Пошли, пожалуйста, вниз. Начало приключений. Такси нет! Опять с низкого старта, опять развязанный шнурок в начале пути. Руслан утеплился, у меня лицо уже не мело. Только что выпили по одному аспиринчику, чтобы кровь не сгущалась и чтобы было легче на высоте. Очень скоро асфальтированная дорога закончится и начнется гравийка. Кончился асфальт, начинается бездорожье. Все как мы любим. Идем с таким городским темпом. Я думаю, это не долго так продлиться. Очень красиво подходим к воротам Туиксу. Луна светит. А ты что, спишешь? Вставай, вставай, подтягивайся. В прошлый раз, когда ходили на озеро Маншук-Маметовый, обнаружили водопад. Оказывается, это известное место, называется Черный водопад. Вот здесь вот находится. Туда можно попасть через альплагерь Туиксу. Ударим в колокол на мемориале погибшим в горах. И пойдем дальше. Позавтракали только гречкой, что я, что Руслан. Чувствуют, что мозг голодает, не хватает глюкозы. Сейчас кушаем по батончику. Глюква, лен или кокос? Все сразу, давай. Я еще орехи взял с собой. О, хорошо. Орехи в горах классные. Такая вот стука. Типа пастилы. Она просто вываливалась. Я решил ее запихать в рот. Мы еще не знали, что в следующие 14 часов не встретим ни одного человека. И это возле многомиллионного города. Еще нет 8 часов утра. Город уже ужасно затянут смогом. И видно, как ТЭЦ просто отравляет воздух. Подходим к бастионам. Вот эти вот грандиозные скалы. Прям задувает сильно. Лучше не останавливаться. Подошли к месту, которое по праву может считаться алматинским Йосемити. Ждите меня с первыми лучами солнца. Я приду на пятый день с востока. Хоббитцы идут в Айзингар. 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 Хоббитцы идут в Айзингар. Да. Манжелков осталось буквально минут 30-40. И в такую турбину залезли. Капец дует. Поэтому... Следующая остановка будет там. До встречи. Ровно за два часа дошли до оплаты Манжелки. Высота 3100 метров. Очень быстро набрали высоту. Манжелки с казацкого языка переводятся как Тысяча кобылиц. Видимо потому, что это место раньше являлось таким пастбищем. Слушайте как задувает. Можно уже открывать его? Мы не изменяем своим вкусом. Чай Grand Cru всегда с нами. Согревает моментально. Капец у меня лицо красное. Офигеть. У меня зимой лицо не такое красное на морозе. Все. Скорбашка накрывает. Как холодно. Не спасают эти окна. Да, мы сюда шли. Я думал, что нужно пораньше, вот как мы сегодня вышли, ходить в горы, чтобы до темна спуститься. Но пока мы тут сидели в этой беседке, я понял, что если пораньше выходить, то холодно будет. Все. Попили чай. Идем дальше. Решили чуть-чуть утеплиться, так сказать. Ну, по крайней мере, ноги. Надеваем фонарики. Сразу плюс 10 к выносливости. Кто смотрел наши предыдущие выпуски, должны помнить это место. Мы через Манжелки ходили на озеро Маншукмаметово. Это был невероятно красивый выпуск. На дроне в таких местах летали. Сегодня мы идем в противоположную сторону от этого озера до перевала Титова. Ну, а дальше покажем. Если вы пойдете налево, попадете на озеро Маншукмаметово. Но мы идем направо мимо глициологической станции Т1. Если вам нравятся наши видео, и вы хотите поддержать наш канал, то оставляйте комментарии под этим выпуском и делитесь ссылкой со своими друзьями. Глициологическая станция Т1 вон там вот. Но мы пойдем на вот этот вот перевал. Перевал Титова. Пока самое безопасное место я вижу здесь. Ты что, бессмертный? Здесь мы допустили самую большую ошибку похода. Мы не набрали питьевую воду. Хотя вот она чистая перед нами, бери не хочу. Но мы понадеялись, что вода будет дальше на озерах Титова. Забегу вперед и скажу, что там ее нет. Руслан где-то надыбал фильтры такие специальные для воды, которые можно использовать, чтобы очистить грязную воду. Ну там пить из реки. Кто помнит прошлый поход, мы там побоялись пить из реки. Впереди источник воды будет еще. Ну, пожалуйста. Поэтому очень холодно, ребята, здесь не будем. У нас еще есть запас воды. Где-то литра полтора-два. Так что нам должно хватить. В городе душно, грязно. Здесь, здесь классно. Охо-хо! Я уже тут чуть не загремел. Смотри, появляется солнце. Как красиво вообще. Вот это кадр. Можно ослепнуть. Намазались кремом. Готовы идти по солнцу. Сейчас будет самый сложный участок. Нам нужно будет набрать 800 метров по высоте до перевала. Солнце сразу веселее становится. В прошлом походе Руслан потерял свою бутылку. Пожалуйста, помогите ее отыскать, а то Руслан не находит для тебя места. Там летает стая каких-то маленьких птичек. Непонятно кто это. Высота уже здесь где-то 3200, 3300. Твернули с дороги, которая ведет на Т1. В сторону перевала Тытова. Здесь такая протоптанная дорога, тропа и вот такие вот туры встречаются сейчас хочу показать маршрут на озеро Маншук Маметовый за мной остался в прошлый раз с Русланом мы пошли от плотины Маншуки вот здесь вот по тропе потом по вот этой игровейке потом так свернули а озеро Маншук Маметовый находится вот там вот пик Маншук Маметовый пик Антикайнин это я не знаю что это пик Орджоникидзе это пик партизан это пик иглу Туиксу это пик Туиксу и вот это все огромнейший ледник Туиксу людей вообще не видно безлюдное место так сказать нет люд здесь это пик партизан опасное место камни снег не видно расщелин все как мы любим нас ждет впереди самый сложный подъем поэтому решили выпить по углеводному гелю чтобы у нас появилась энергия кстати мы даже не рассказали наш маршрут в прошлый раз мы пошли в такую мини кругосветку но по неким обстоятельствам мы не смогли ее пройти нам пришлось развернуться но мы пообещали вернуться туда и вернулись не просто так как усложнили себе маршрут да как фениксы воскресли из пепла и просто по еще более сложному маршруту сейчас идем эта крышечка она не теряется она остается частью геля внутри такой гель похожий на мед а сейчас он зашел до этого никогда не заходил ты же заметил да сейчас прям приятно его есть заряжен идем включаем 4 пьем бутыльки меня такая мысль посетила кто не идет в горы под предлогом ну зачем типа идти когда можно там дома остаться ну не только горы там куда-то поехать с кем-то увидеться а мне кажется наоборот если пойти в горы открыть для себя что-то новое то из этого и будет состоять ваша жизнь будет что вспомнить и звание приятно разделять такие походы с другом из первого класса вместе до куда мы идем выходим вместе начали стали что-то просто захотелось полечить немного обнаружили помет улара это такие птицы которые со скала спрыгивают и бешено орут легкая-легкая просто без веса хочешь поднять пошли это улары были слышали как они орут тут столько уларов летает просто сидим наблюдаем как они ставим и спрыгиваются скалы орут они похожи на каких-то знаете пингвинов у них форма не птицы какого-то реально пингвина ла 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 вот так каждый раз мы на перевале цветово вот это пик цветово вот это озера цветово а вот это пик память идем на память мы идем на память мы планировали сюда выйти к часу но сейчас 12 12 так что все по плану вообще вот такой у нас паршрут поднимемся на пик память вернемся спустимся вот здесь вдоль озера пройдем по он той дороге а вот это вот это пик кумбель мы поднимемся на еще один пик сегодня будет два пика пик память пик кумбель и потом уже спустимся с кумбель через трех братьев на кок же ляу и выйдем на просвещенцы это переключение на уровень выше тех что мы ходили раньше не знаю почему но мне нравятся походы когда начинаешь подниматься в одном месте спускаешься совершенно в другом вам это специально для видео так лезем рядом асфальтированные нормальные пик молодежный пик титова классно двигаем конечно пик память 3867 метров над уровнем моря вершина посвящена погибшим в афганской войне мы на вершине память сегодня будет целых два пика почти 4000 метров 16 октября гусева ольга акулова татьяна и догилевская лариса поднялись на пик память желаю всем удачного спуска не важно какая высота не важно какое настроение важно с кем ты блин вот это вот боязнь высоты о пошли пожалуйста вниз а а а а а а а а Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Мы решили не возвращаться на перевал Титова, который вон там вот расположен Потому что спуск с него начинается А начнем спускаться прямо вот здесь Спуск будет крутым Приятно спускаться по мягкой осыпи Я пришел на пятый день с востока Ох, нифига я поехал Спустились вон оттуда Нашли камень из фильма Пятый элемент Спустились Минут за 15-20, да? Быстро мы спустились, да? Минут за 20 15-47, 20 минут шли Ну это очень быстро Повторяйте так Летом собирались прийти хотя бы на озера Титова или перевал Титова Но Сегодня мы сделали просто титаническую работу Дошли до Манжелки Поднялись на перевал Титова Дошли до пика память Спустились к озерам Титова Вот сейчас они будут И дальше на Кумбель Сейчас у нас будет эксперимент очередной Надо будет найти Подойти как-то к воде Найти источник открытой воды Потому что озера замерзли уже Не постараемся набрать воду У нас воды Ну грамм по 250 осталось Спускаться еще Часов 5 Часов 5, наверное, да Но уже будет темно, когда спустимся Следующая остановка Водокачка Ну вот спустились До верхнего Озера Титова Летом здесь невероятно красиво Вода голубая Идем У нас уже настроение чуть-чуть упало Потому что здесь нету очевидной тропы Мы прям по озеру шли Снова в лицо Онемело Опасная тропа Снега много Камни вот эти очень скользкие Можно очень просто загреметь Вот такие вот ямы встречаются Чувствую, что мы пока залезем на этот перевал Уже стемнеет Нам предстоит подняться В очередной раз на перевал Вот так вот Потом как-то обойти вот эту гору Спуститься И подняться на дальнюю вершину Это пик Кумбель Не знаю Как мы это будем делать сейчас Так как уже темнеть начинает Но Другого пути нету Нам нужно сегодня спуститься вниз Можно было бы залезть На перевал вот так вот По щелчку Сработало Мы на перевале Это было Ты дымишься Я рад Я устал Вот это Кумбель Тау Вот это пик Терешковый А мы пришли С пика памяти Вон оттуда А если туда спуститься Там будут нажилки Вообще нереально Это не перевал, а трапеция Перевал трапеции будет за вот этой вот вершиной К Турзанаве Фу Ну Уже полдела сделано Сейчас нам час двадцать По указателю Если идти До Кумбеля С Кумбеля еще спускаться Наверное пару часов будем И Как же лял Пару часов Нам еще шесть часов Спускаться Да Будет темень жесткая Когда мы спустимся Почему Некоторые указатели зеленые А какие-то красные Почему идти вниз легче, чем вверх Почему легче спать, чем работать Почему кушать приятнее, чем бегать Не понимаю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Расскажите, может мы восходим, может вместе Расскажите нам, какой в вашей жизни был самый такой безумный, отчаянный, но приносящий максимум удовольствия поступок Дошли до перевала Трапеция У нас два варианта, пойти в лоб по крутому склону Ну и там неизвестно как по скалам идти Или пойти вдоль склона Но как вы видите, вот здесь очень крутой подъем А нам нужно попасть на Кумбель, да вон та вот вершина А в прошлый раз мы дошли вот до какого-то того места внизу И можно было подняться по вот этому крутому подъему до перевала Трапеция Но у нас уже не оставалось времени Решили пойти вдоль крутого обрыва Так будет легче Но опаснее Но не факт, что опаснее Может поверху тоже по скалам придется лазить До Амидео, если идти вниз 10 километров еще Уже солнце сейчас сядет Мы пришли вон оттуда, с вот этой вот горы Вообще нереальный маршрут какой-то Мега поход Я думаю выпуск получится большим Больше переживали, да? Хотя были пару моментов, когда можно было просто разлететься Почему мы это делаем? Потому что нам это нравится Все, ждите нас дома, скоро будем Чай ставьте Шли, шли, шли И тут раз, и тропинка идет Через можжевельник Туда не пройдешь Ну тут бессмысленно Ладно, пошли дальше Спасибо всем, кто досмотрел до конца Надеемся, что нам удалось передать атмосферу похода И вам понравился этот выпуск Это был сложный поход Мы прошли больше 30 километров за один день Самый сложный участок проходили под цветом фонариков На телефонах В полной темноте Нам повезло с погодой и с уровнем снега В самых опасных участках его было мало Сейчас были обильные снегопады И в тех местах идти крайне опасно Не советуем проходить этот маршрут зимой Мы идем очень медленно Солнце уже садится Мы уже не успеваем до заката подняться Все потому, что оказались в таком красивом месте Во время золотого часа Идеального времени для съемки И мы просто не могли остановиться Точнее, не могли пройти это место Спасибо еще раз за просмотр Ждите новых выпусков Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Проходите эти путешествия с нами Комментируйте Оставляйте свои отзывы, дорогие Нам все важно Субтитры подогнал «Симон» Все, мы на вершине Мы это сделали Две вершины за один день Это был эпичный поход Просто невероятный Погода нам, конечно, подфартила Но это не конец маршрута Как вы заметили, солнце уже село А нам еще предстоит спуститься С трех двести Да, это будет долгий спуск по темникам Ну, а если тебе понравилось Смотри следующие видосы Ну, в общем, как-то так Не знаем, как так вышло Еще спускаться и спускаться Мы дошли до трех братьев Вот они, скалы Сейчас начнем спуск Значит так, ребята Мы чуть-чуть не подрассчитали со временем Время сейчас У меня даже часы уже устали 15 минут восьмого Мы только спустились с пика Кумбель, Трипрато Только вышли в зону Кукжей-Лял У нас кончилась вода Но, если вы помните В начале видео была тема с фильтром И бутылкой Набираем в бутылку Вставляем фильтр И пьем Если кого интересует, пишите Достать легко Ну что ж, поехали Внизу фильтр от крупных частиц И также имеется фильтр угольный Ну что, там стопутов какая-нибудь сигня плавает Ооо, видно Что, смотрите, что там плавает Видишь? Внизу только Да, вот всякая фигня Песок Вот здесь оседает Крупные частицы Вот здесь угольный Сушняк страшный Мы взяли с собой Палитру воды Чай На весь день Это была ошибка Мы могли наполнить воду Помните, когда Первое солнце появлялось В том месте Ну почему-то не сделали этого Я не знаю почему Мы думали озеро будет Думали на озере сделано Потому что на тот момент Вода еще была Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok